Некоторые люди после начала китоза жалуются на слабость, усталость и проблемы с ЖКТ. Эти побочные эффекты наблюдаются примерно у 25% адептов китодиеты и называются китозным гриппом, хотя по факту это не совсем грипп. Причина – сам процесс перехода в режим китоза, и через несколько дней эти симптомы обычно проходят. Врачи говорят, что в этот период желательно пить больше воды и дольше спать. На китодиете этот побочный эффект встречается довольно часто, особенно в первое время. А все потому, что желчный пузырь помогает растворять полученные жиры и работает на повышенных оборотах. Другая причина – нехватка клетчатки в китодиете. Если убрать из рациона зерновые и не добавить другой полезной для пищеварения еды, например, овощей, организм будет какое-то время работать с перебоями. Этот недостаток китодиеты заметят в основном профессиональные спортсмены. Дело в том, что на китодиете можно довольно быстро сбросить пару килограммов, но при этом не поставить новый рекорд. Причина – в китодиете мало углеводов, а они очень нужны спортсмену, когда он старается изо всех сил. Это состояние угрожает в основном диабетикам, именно поэтому им не рекомендуется переходить на китодиету без наблюдения врача. При кетоацидозе в организме появляется много кетонов, побочных продуктов сжигания жира, повышается уровень кислотности, что может привести к проблемам с печенью, почками и мозгом. В некоторых случаях кетоацидоз развивается и у людей без диабета. Его симптомы – сухость во рту, частая мочь и спускание, проблемы с дыханием. Учитывая, что китодиета – это диета с серьезными ограничениями, придерживаться ее годами нежелательно. Но после возвращения к обычному количеству углеводов некоторые люди набирают потерянные килограммы обратно. Это происходит из-за того, что проблемы с размером порции или неправильным отношением к еде так и остаются нерешенными. Поскольку китодиета ведет к повышенному содержанию жиров в пище, у многих растет уровень холестерина. А это может привести к развитию диабета или инфаркту. Именно поэтому диетологи предупреждают, что на кето нельзя питаться только маслом и салом, это приведет к ухудшению здоровья. Овощи, фрукты и другие полезные продукты обязательно должны быть в рационе. Фото Гета Имиджис.